Французский новостной портал «Мусульман Сен-Фрэнс» опубликовал статью журналиста Жан-Мишеля Брюна, посвященную Шуше. В публикации отмечается, что некоторые пытаются убедить в том, что конфликт в Карабахе имел религиозную подоплеку. Автор материала резко осуждает эту позицию, подчеркивая, что Азербайджан, в отличие от Армении, является светской страной, в которой проживает большая христианская община. Мультикультурализм – одна из глубоко укоренившихся традиций в Азербайджане, говорится в статье. Подчеркивается, что освобождение Шуше от оккупации имеет двойное символическое значение. Для азербайджанцев это символ восстановления территориальной целостности, а для армян – символ краха экспансионистской политики. Сотрудники французского новостного портала также побеседовали с Биимханом Джаваншировой Вердиевой, дочерью известного азербайджанского исполнителя Мугама Хана Шушинского, прямого потомка основателя и правителя Карабахского ханства Панахали Хана Джаваншира. В статье рассказывается, что Панахали Хан Джаваншир был правителем Карабахского ханства. В 1752 году он решил возвести город-крепость на высоте 1300-1600 метров над уровнем моря, окруженной скалами, недоступной для нападения врагов. Вначале город назывался Панахабад в честь его основателя, а позже был переименован в Шушу. В статье говорится, что город Шуша, подвергшийся нападению армянских вооруженных сил в 1993 году, был опустошен и совершенно обезлюдил. В материале отмечается, что после освобождения Карабаха от оккупации в Шуше начались работы по реконструкции. Шуша быстро возрождается. Интересно, что в этом городе реставрируется даже находящаяся там армянская церковь. А ведь в период оккупации азербайджанских земель армяне разрушили и осквернили множество мечетей, албанских и православных церквей. Интересно, армяне извинились за это перед азербайджанцами, пишет французский журналист Брюн.